Я хочу сказать, что я всю жизнь живу в чуде. Не всю жизнь, а с 2001 года. Я 11 лет являюсь мастером рейки, божественное универсальное самоисцеление, духовная практика я занималась ей. 11 лет я являюсь мастером рейки, и я хочу сказать о чудесах, которые происходили непосредственно уже в моей практике. Мне приходилось и температуру снимать у ребенка, мне приходилось даже возвращать к жизни человека. У меня такие были практически, понимаете, когда человек находился в инсульте, то есть вообще отключен. У него клиническая смерть была у человека, понимаете. Были такие случаи, когда я при контактном сеансе с молодой девушкой обнаружила, что она беременная. И там, где я прикладывала ручку, там сердечко. Она даже не знала, что она беременная, бабушка не знала. То есть, понимаете, вот у меня шли такие ситуации. Это тоже чудо. И я верю в чудо, что, да, чудо, конечно, от творца идет. Есть чудо в природе, есть чудо исцеления. А цветок растет, это разве не чудо? А музыка, разве это не чудо? Это все явление чудес. И поэтому многие, конечно, верят в чудеса. Но мы все ждем чуда, все ждем чуда. Когда человек, вот Кобзон, когда он рассказывал недавно, да, о том, что ему сказали врачи, ну, проживешь 2-3 недели. Он 15 лет жил с таким тяжелым диагнозом. Это тоже чудо. И вот я хочу вам прочитать стихотворения, которые посвящены вот этим чудесам. Человек тоже чудо. Человек творит сам чудеса. Потому что мы частицы Бога. Поэтому мы тоже в какой-то степени чудесники. Со мной происходит чудо. Когда я получила вторую ступень реки, это символы, когда могла исцеление расстояния, представляете? И вот я по ходу написала стихотворение. Со мною происходит чудо. Судьба дала мне символом владеть. Храню его, неся во благо людям. Пусть захотят на жизнь иначе посмотреть. Огромное солнце меня встречает, будто розовый огненный шар. Я знаю, оно меня поздравляет. Ты Бога частица и мой Бог дар. Как жить, как творить, как землю любить. Теперь найду я ответы. Стараюсь о высшем я не забыть. Помнить мудрейших советы. Что все мы частицы огромной вселенной. Создатели мы любимые дети. И так скажем спасибо на нашей планете. И помним, за землю все мы в ответе. Вот следующее ступень я посвятила тоже чудо. Радуга. Что такое радуга на небе? Это тоже чудо. Мы не знаем, как она появляется. И вот зимой я увидела радугу. Представляете, зимой, хмурым утром, когда шла на работу, смотрю в небе радуга. Я зимним утром радугу узрела. Вот чудо. Это добрый знак. Ей для меня нет никакого дела. Вдруг появилась в небе просто так. Любую из дивом я глядела, боясь из виду потерять ее. Но тучи мою радугу задела. И сердце ёпало мое. И снова небо стало серым. И я оторопела вмиг. Земля покрылась пухом белым. И в душу холодок проник. Мы не знаем, как это все появляется. Раньше люди не верили в чудеса, потому что было мало знаний. Сейчас много знаний. Но многие явления даже наука не может объяснить. И вот я написала еще одно стихотворение. Это хору детства. Знаете все, да? Хор детства наш, который недавно приехал из поездки. Это все домашнее задание, да? Замечательный хор. Что домашнее задание, да? Вот домашнее задание. К этому предпитали. Да. Как божественно поют, хорят дети. Духу разные затронут песни эти. Счастье, радость, свет они прославляют. И на мир взглянуть иначе заставляют. Пусть всегда звучит прекрасно детский хор. Ведь зажел огонь в нем. Чудо, дирижер. Спасибо.